Самое пристальное внимание в курорте 2018 года мы обязательно уделим пляжным территориям. Как говорится, хватит, а натерпелись того, что тут было. Максимально будем заниматься тем, чтобы пляжи соответствовали уровню. В Анапе 127 пляжей – это более 19 километров золотого песка и гальки. В планах расширить территорию еще на 2 километра. Чтобы на анапские пляжи в этом году не просочились недобросовестные предприниматели, необходим постоянный контроль. По распоряжению Юрия Полякова, минувшей зимой с пляжных территорий было демонтировано более 70 некапитальных объектов. Это незаконно установленные ролеты, кафе и магазины. Вы видите, в 2017 году что было, это была не пляжная территория, это был рынок. Там, Михаил Владимирович, там и шубами торговали у нас, да, и носками вязанными. Ну, я не знаю, чем только они торговали на этих пляжах. Сегодня задача очень простая. Нам это не нужно. Я надеюсь, и вам это все не нужно. Давайте пляжи сделаем пляжами. Просто пляжами. Это должны быть навесы, лежаки, никаких там шашлыков, пива не должно быть. Еще один важный вопрос – формирование безбарьерной среды. По словам начальника управления социальной защиты населения, пока еще не все пляжи адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нужно оснастить их соответствующими настилами, вот есть примеры и образцы, какими они должны быть. Пандусами для спуска в море, раздевалками, санитарными комнатами, оборудовать места отдыха, а также обеспечить доступ к медицинским пунктам. Очень правильное предложение с пандусами, с туалетом. Все правильно, все правильно надо делать. Это первое совещание в рамках подготовки к родному сезону. А допустим, следующее давайте там через месяц сделаем. А как при этом по этим вопросам все покажете, все расскажете. На муниципальных пляжах, кроме деревянных настилов и пологих скатов, в море есть специальные коляски для купания людей с ограниченными возможностями здоровья. Сделать доступ к морю комфортным для таких людей и на других пляжах – еще одна задача. Тогда такое поручение у меня – переписать все здравницы, кто принимает, да даже кто не принимает. И давайте всех озадачим, чтобы у всех они были. На каждом пляже такое кресло просто, и все. И не надо ни о чем тогда думать и беспокоиться. Мы будем знать, что на каждом пляже есть такое кресло. Мы что, инвалид приехал, идет там, а в проход куда-то, в Тополино, мы говорим, нет, ты сюда не ходи, там пляж у нас, нам упакуй, иди туда, там крей, нет, этого не будет. Значит, до начала курортового сезона все должны купить там, где это нужно. Отдых у моря должен быть не только комфортным, но и безопасным. В этом сезоне все пляжи должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный город». Спасательные вышки, медицинские посты и все необходимое оборудование – об этом нужно думать уже сейчас. Ведь курортный сезон в Анапе может начаться гораздо раньше календарного. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.